здарова с вами мать ситник а я думаю слова соскучились за три года ремонта мопеда у меня накопилось целая гора всяких запчастей а вернее металлолома от него нужно как-то избавиться просто сдать металл или продать в разбор не интересно поэтому я придумал кое-что крутое в этом видео мы с вами соберем движок из разного хлама и попробуем его выгодно продать вам контент а мне шекели а лавка ты это придумал получится у меня или нет вы узнаете совсем скоро но подписчики телеграм-канал уже давно все знают вы тоже можете перейти по ссылочке в описании закрепленном комментарии и узнавать эксклюзивные новости самыми первыми что ж погнали собирать за основу будет взять движок который мы с вами собирали пару видео назад с него мне потребуется картера головка всякой мелочевка также ради коленвал и коробки разбираю остатки другого движка все нужное найдено теперь буду приводить в порядок картера алды помню что их взял на металлоприемки по цене алюминия для начала с помощью мягче хлеба и выкладки выстукиваю заржавевший подшипник из левой половинки чтобы дело шло веселее подогреваю посадочное место боб и подшипник извлечен а чё так можно было что хлеб всему голова остатки можно отдать потомкам динозавров от долгого лежания на металлоприемке резьбы подмышек водителя окислились освежая резьбу и получается красота логическим завершением будет наведение эстетической красоты картеров крашу в сильный мороз поэтому воспользовался феном от дека чтобы хоть как-то избежать подтеку краски на холоде но и снимал на картошку поэтому вот вам мем вместо процесса покраски то же самое проделал с цилиндром почухла его щетка от ржавчины и покрасил термостойкой краской не забывайте пользоваться респиратором крышку генератора взял с большой трещиной от движка из прошлого видео ремонтировать ее буду самым простым способом листами железа от макгаловой клепками слушай парень я ведь инженер ты умею решать проблемы чтобы скрыть это безобразие задуваю черная матовая краска из баллончика теперь то выглядит не так страшно да статор генератора собирал из обрезков разных проводов изначально хотел оставить сгоревшую катушку света но потом все таки раскошелился и заказал на мотоках новую а пока она идет обжал в новые красивые клеммы провода а вот и посылочка от мотоков подоспела вовремя упакована все как всегда на высшем уровне заказал кучу всяких ништяков для будущих проектов а также нужны медли дальнейшей сборки звездочкой цепь стартера гладкий ролик и болт катушка света ну и куча всякой мелочевки для движка питаемых мопедов вы также можете все это заказать на сайте матаки а по моему промокоду ситник вы получите дополнительную скидочку а если у вас уже есть постоянно максимальная скидка то с моим промокодом у вас получится скидка аж целых 13 процентов на каждую позицию товара желаю всем удачных покупок и продолжаю сборку движка с коробкой пришлось попотеть отбирала самого худшего самое лучшее в итоге отобрал комплект шестерен и валов из трех разных коробок в состоянии на твердую четверочку за кадром осталась тщательная дефектовка и моя нелюбимая помойка запчастей итог вы видите на столе все аккуратно разложено чистенько и блестючее давайте же начнем самый интересный веселый процесс сборку начал запрессовки подшипника у картера прогреваю феном левую половинку смазываю маслецом посадочное место и запрессовываю от пальца первый подшипник посадочная второго как обычно прослаблена поэтому сажаю его на фиксатор резьбы с правой половиной проделываю то же самое подшипники с маслецом улетают со свистом на очереди сборка коробки запасах отрыл живой копирный вал с целыми ушками без износа по телу зажимаю его в чески и вставляю столбики далее фиксирующая шайба и винт идеальных вилочек отрыть не удалось поэтому ставлю с износом в половину фиксируются они пальчиками с пазами шплинтами вот такой копирный вал получился сборку кпп начинаю с вторичного вала на него сейчас нужно одеть четыре шестерни начинаем с огромной шестеренки первой передачи дальше черная дистанционная шайба и стопорное кольцо следом идет подвижная шестерня второй передачи которую фиксирую стопорным кольцом снова дистанционная и уже третья передача толстая дистанционная шестеренка четвертой скотцом вовнутрь и широкая тонкая на этом вторичный вал коробки собран но не красота ли получилось следом собираю первичный шестерня первой передачи здесь одно целое с валом поэтому нам будет меньше работы всего-то три шестереночки починаем шестереночки второй передачи стопорится она дистанционной шайбой и стопоркой дальше подвижная третьей передачи установить неправильно ее никак не получится поэтому ставлю как надо и стопорю ее долечи дистанционная шайба и последняя шестерна четвертой передачи поздравляю мы с вами сейчас собрали идеальный комплект коробки ну кроме вилочек конечно же можно заняться установкой всей этой трюбухи в картера начинаем с самой важной запчасти а именно привода маслонасоса ставлю звездочку и в нее вкручиваю приводную ось переворачиваю левую половинку чтобы вкинуть нее в коробку сборе чтоб все не вылетело вставляю датчик передачи прикручиваю его болтиком под шестигранник обязательно попадаем выступом в пазик коленвал в идеальном состоянии в плане люфтов но вы уже заметили на левой цапе цвета побежалости не знаю от чего они видимо под втулку звезды обгонной муфты попала грязь или был ограничен доступ масла вставляю коленвал от руки а следом вал кика потом уже понял что забыл прикрутить пластину для расцепления кика исправляю недоразумение продолжаю подвожу кик площадке до легкого упора и обязательно забываем про шайбу иначе кик сожжет правую половинку картера перед финальным соединением правой половины с левой устанавливаю жирные втулки и прокладку обильно поливаю коробку маслом и накрываю правой половинкой стягиваю картера семью болтами также нужно установить две пластины для шланга сапуна и отстойника корба теперь нужно собрать кикстартер вставляю крючок в пружину и насаживаю на вал сейчас нам очень сильно повезло и китайцы не забили на метки настройки кика поэтому сразу ориентируем крючок так чтобы точка на нем совпала с точками на валу как все совместил подцепляю пружину отвертки завожу ее за выступ в картере продавливаю до конца крючок пока не откроется прорезь под стопорное кольцо одеваю последнее на место и на этом кикстартер собранный настроен сборку маслонасоса начинаю со смазки его корпуса изнутри тем временем вкладываю в корпус большую и малую шестерень насоса а также деталюху для привода этих самых шестерен осталась крышечка под нее нужна бумажная прокладка мне было лень ее вырезать поэтому забил и оставил так прикручиваю ее тремя винтами и на этом насос собран добавляю маслица в привод и ставлю центрирующую втулку под маслонасос отправляется бумажная прокладка из набора а следом и сам насос в картер он крепится тремя болтами два из которых короткие а третий более длинный все хорошенечко затягиваю отверткой механизм переключения передач начинаю собирать со смазки вала вставляю его в движок и завожу под те самые столбики копирного вала он будет за них цепляться и клацать вам передачи однако делает он сейчас это крайне плохо и передачи включаются смазано для этого есть специальный фиксатор соединяя его с пружиной и шестигранником ворачиваю на место сразу чтобы не забыть устанавливаю сеточку фильтра грубой очистки масла она имеет клиновидную форму с сужением клина ставим вовнутрь движка очередь дошла до вторичной шестерни главной передачи просто ее ставлю фиксирую стопорным кольцом иногда первичный вал проваливается приподнимаю его отверткой и давлю на кольцо оно садится в паз дальше огромная дистанционная шайба под корзину сцепления следом за ней сырная втулка и первичная шестереночка главной передачи теперь приступаю к сборке корзины сцепления в ее корпус отправляю 4 большие пружины за ними чугунная штука кругляшками нужно попасть на пружины далее диски сцепления чередуя их собираю весь пакет для их центровки вставляю барабанчик ну и осталось все застопорить большим кольцом зажимая в тиски и просто вставляю колечко на место демпферных пружинок 4 штуки вставляю их отверткой толкая за нижний край сверху прижимая пальцем на этом корзинка готова в крышку центрифуги ака выжимного подшипника вставляется сотый подшипник сделал это с помощью тисков насаживаю корзинку на цапку коленвала одновременно попадая на все шлицы для ее фиксации используется корончатая пружинная шайба а также спецгайка вставляю корончатую попадая в пазы шлицов дальше шайбу надписью от сайт к вашему хвейсу и накручиваю гайку затягиваю его гайковертом осталось загнуть один из усиков в паз гайки для предотвращения ее самооткручивание прокладку из паранита мне лень вырубать поэтому мазюкаю хорошим санкционным герметиком плоскость корзинки сцепления и накидываю крышку прикручиваю ее четырьмя винтами под потай брал их строительном магазине идеально сюда подходит выжимной подшипник отправляется втулка маслоканала состоящая из трех деталек крышку сцепления я не разбирал снимал ее с работающего движка в ней заменю лишь один сальник вала кика для этого потрошу набор сальников из посылочки вставляется он легко от пальца также вставляю в крышку предварительно смазал маслом выжимной грибок с небольшим износом по диагонали в двигатель отправляются две втулочки за ними прокладкой сама крышка фиксируется это дело на 8 болтов на одном из которых пластина под высоковольтный провод свечи завершает эту сторону масло щуп на другой стороне нужно установить сальники вторичного вала и кпп обматываю вал изолентой чтобы не повредить сальник смазываю маслом и вставляю его от пальца сальник же вала переключения кпп запрессовываю легкими постукиваниями резиновым молоточком по выколотке сборку механизма грм открывает просовывание цепочки которая оказалась растянутой и забегая на будущее я ее потом менял не скидывая поршневую за ней кора мысла и болт натяжителя резиновый зубчатый ролик это все должно что-то натягивать а делает это гидрошток с резиновым набалдажником пружинный болт который все начинающие льфоводы откручивают для слива масла натяжитель вылетает и они его вставляют неправильной стороной признавайтесь в комментах было такое вот так работает гидронатяжитель однако в нем сейчас нет масла поэтому он не ароматизирует маслоотделительная крышка с небольшой трещиной исправляю это дело все тем же санкционным виктором рейнзом далее вставляю новый сальник и резиночку новая маленькая резиночка под крепежные болты у меня была только одна вторую сковорнул бушную со старых картеров крепится крышка двумя винтами под потай переворачиваю движок и прикручиваю стартер вставляю два успокоителя цепи и смазываю сальник крышечки цепь стартера как и ведущая звездочка будут новыми их просто у меня не было а так бы поставил старые звезда обгонной муфты по обильной ржавчине понятно что старая нагоняю в нее маслица и аккуратно все засовываю на свои места звездочка стопорится маленьким колечком а звезда обгонной муфты чтобы не безобразничала пластинкой и болтиком далее помещаю на место шпонку и наживляю ротор который зажимается гайкой небольшой скачок во времени из-за которого хронология опять страдает я собираю статор генератора катушку света изначально хотел ставить сгоревшую как вы помните из начала видео но посылочка подоспела вовремя и ставлю новенькую вставляю статор в крышку гены и прикручиваю на два коротких болтика чтобы провод не перетерся об ротор его фиксирую специальной пластиной две втулки занимают свои места за ними прокладка и сама крышка изрядно порывшись запас их болтов таки нахожу подходящие экземпляры и закручиваю их в крышку снова скачок во времени только в прошлое и я уже вкручиваю шпильки поршневой вход идет металлолом щелчок пальца и он блестить кольца ставлю новые без этого никак сначала волнистая маслосъемная потом два тонких а следом черные белые компрессионные немного маслица в цилиндр сверяю метки и вставляю поршень на шпильке ближе к цепи одеваю две втулочки прокладку и резиновое колечко ну и сам цилиндр выставляю бабушки поршня и выгаша шатуна в одной плоскости и вдеваю палец на противоположной стороне стопорное кольцо уже на месте осталось всадить и с этой что я и сделал втулки немного заусенцами поэтому цилиндр пришлось немножечко отпинать молотком резиновый ролик и гладкий болт также купил новенькие вдеваю ролик пока он не станет отверстием напротив резьбы как все получилось фиксирую его на гладкий болт под последним должна быть алюминиевая шайба но ее у меня не было поэтому пока вот так сбоку цилиндра вкручиваю болтик клапана в головке обильно пропускали бензин рассухариваю и ни капли не удивляюсь их состоянию у впускного рабочая фаска давно уже поплыла а у выпускного все в черных точках из моей коллекции клапанов придется выбирать что-то лучшее из худшего седла в головке нужно прирезать но такого инструмента в мой колхоз еще не завезли обойдемся обычной притиркой на самодельной пасте гоняю шуриком туда-сюда и готово устанавливаем маслосъемные колпачки за ними клапана пружины и тарелочку с сухарями опа и все уже засухарено подшипнику на распредвале после масляного голодания не совсем хорошо придется заменить на новый выбиваю старый запрессовываю новый с помощью тисков обильно смазываю распредвал и отправляю его в головку в коромысло вкручиваю регулировочный болт вставляю коромысло в головку и фиксирую на пальцы через прокладку прикручиваю треугольную крышку сразу же отрегулировал клапана голова полностью готова и можно продолжать сборку дрыбителя по диагонали две втулки прокладка и два резиновых колечка одно на маслоканал головы другое на сливной канал помещаю головку и сбоку наживляю ее болтиком к цилиндру далее прокладка а за ней квадратная крышка стрелочкой вниз 4 шайбы одна из которых медная идет на маслоканал остальные три по своим местам и 4 декоративные гайки из строймагазина закручивая обычно пока шпилька не начнет пружинить это чувствуется рукой теперь можно затянуть болты сбоку ставлю звезду грм она залетает как себе домой понимаю что ставить растянутой цепь грм было не самая лучшая идея в запасах такие нахожу новую от 70 кубов которую прошлым летом прислал юров посылки передаю ему привет сейчас вы лицезреете как можно заменить цепь грм не разбирая поршневую вторая попытка с новой цепочкой и здесь невооруженным глазом видно что все заргут натяжка как надо от пальца звезду никак не вставить делаю это съемником стопорных колец фиксирую звезду на три болтика финальная проверочка как все собрал по моему идеальнее быть не может выращиваю крышечки регулировки клапанов одна со скутера другая с альфы круглая крышечка звезды грм это с того красного ориона который я сделал летом тоже пошла в ход на ней есть небольшой заусенец который легко убирается напильником с обратной стороны вставляю длинный болт с медной шайбой а уже с лицевой крышку с прокладкой вот этим зубом попадаю между меня на головке болт зажимаю под болт натяжителя таки отрыл алюминиевую шайбу заливаю свежее масло бензин и делаю первый пук в этот раз уже газую на холодную в отсечку и все норм газует в отсечку кладет пламенем стреляет такое не грех выкинуть на авито что я и делаю как вы видели друзья двигатель просто шикарно работает идеально вообще без провала без всего так что считаю двигатель из хлама этот собран полностью успешно дропы объявления на авито и спустя какое-то время посыпали сообщение кто-то предложил обвинять двигатель на банку сгущенки на барана на мед соток с гур алтая подписчики пожелали удачи интересуются когда видос здравствуйте еще продаете после чего полнейший игнор за 4000 на такое даже отвечать неинтересно дедушка поинтересовался 50 кубовый ли это движок хочет внуку свапнуть эльфомотор в дельту ссср ну и вот то самое сообщение предложил покупателю скидку в счет его старого движка итог имеем 5000 рублей наличкой плюс кэшбэк в виде движка который потом также пойдет над реставрацию перепродажу почему тоже совсем другая история вот так немного под заморочившись можно немного заработать на хламе пишите в комментариях выгодно ли его продал или нет за всеми с вами прощаюсь на неопределенный срок пока все пока